Мы стоим и ходим конкретно по мусору. Летом это во всей красе, во всех ароматах. Ранее не санкционированная свалка, теперь санкционированная площадка для хранения мусора. Сюда вывозят отходы с четырех деревень. Рядом жилые дома, не так далеко сельский водозабор. Соответственно, весной вся эта вода, с этого мусора, с этой помойки пойдет туда. Хлорирование у нас проводится два-три раза в год. Это мы всегда по графику знаем. Соответственно, мы будем всю эту вкусную водичку пить. Летом еще хуже. Свалка горит, люди задыхаются. Это же отравление или токсическое вообще население. С такой близостью это просто невозможно. Сельской администрации поясняют. Площадка временная. Это вынужденная мера. Мусорная реформа в озерки пришла. Правда, мусорные контейнеры не дошли. Нет денег для их покупки. Край выделил муниципалитетам 80 миллионов. Но только на Тольменский район нужно 20. Главе Озерского сельсовета Сергею Кузякину пришлось делать выбор. Засорять все село или только его окраину. Не вариант. Но это лучше, чем 30 вот этих куч по селу. То есть мы одну сделали, из которого собираем по селу, вывозим на эту площадку. А с нее уже вывозится. Он здесь не залеживается, чтобы там вонял или там горел или еще что-то. Он просто будет здесь вывозиться почистую на Заринский полигон. 50 рублей в месяц человека. Тариф за вывоз мусора в озерках. Деньги берет региональный оператор. В данном случае, как комплекс. И в тариф, согласно постановлению правительства, должно быть заложено приобретение и содержание контейнеров, которых, как мы поняли, нет. Есть бестарный способ. Бестарка, но он сложился уже, по крайней мере, в данном селе, где вы были, в село Озерки, достаточно давно. Поэтому население привыкло к данному виду. И пока еще, в силу того, что нет мест накопления, оказывается данная услуга таким способом. Рекоператор также поясняет, что бестарный способ временный, пока власти не купят контейнеры. Но как скоро это произойдет, не говорит никто. А ведь денег, которые платят люди за вывоз ТКО, вполне должно хватить на закупку мусорных баков, считают жители. Ну, видите, мешки какие большие. Так, чтобы с запасом, чтобы можно было, ну, просто-напросто, чтобы можно было, даже если не успели вынести, то, как бы, хватило. Валентина Аскерова, Алексей Фризин. День с толком.